Праздничное богослужение, оборудованные места для омовения, а еще теплые палатки, освещение, туалеты, удобные дорожки, горячие напитки и пункты питания. По всему округу прошли крещенские купания. Одним из мест притяжения жителей стал пруд рядом с деревней Сколково. Мы замечаем, что количество людей увеличивается. Естественно, с каждым годом подготовка у нас становится с расчетом на более большое количество людей, которые хотят искупаться. Мы действуем строго в соответствии с чек-листом, с требованиями, которые установлены для массовых мероприятий. У каждой купели у нас дежурят спасатели. Из спасательных служб здесь представлены наше аварийно-спасательное формирование Одинцовского городского округа и представители государственного казенного учреждения МОСОБЛПОШСПАС. У каждой купели постоянно будут дежурить два спасателя, которые будут готовы оказать любую необходимую помощь всем купающимся. Окунуться в прорубь здесь могли все желающие. Уровень организации в местах купания жители и гости округа оценили высоко и поделились своими ощущениями. Ну это русские традиции. Традиции надо чтить, соблюдать. Вот поэтому, наверное, духом русский народ и укрепляется в купели. На самом деле первый раз окуналась головой. До этого это всегда было вот так по шейку. Невероятно. Я забыла обо всем на свете. Но стоять было гораздо холоднее, чем окунаться. Очень здорово. И сейчас, кстати, вполне хорошо, тепло. Купель в Звенигороде при Савино-Старожевском монастыре по традиции стала одной из основных муниципалитетей. Как и на всех площадках в округе, здесь дежурили сотрудники МЧС, скорая помощь и полицейские. А волонтеры помогали верующим в навигации к месту купания. В такой день нам особенно приятно помогать людям. От всего волонтерского состава Московской области мы поздравляем вас с праздником. Пункт обогрева и сбора воды, наличие настилов и ограждений. Крещенскую купель на территории храма Рождества Иоанна Предтечи в лесном городке тоже подготовили в соответствии со стандартами Московской области. Всего в этом году для крещенских купаний в округе подготовили 10 специальных локаций. Безопасность жителей обеспечивали 197 человек и 22 единицы техники. Екатерина Крамор, Илья Павлов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».